Всем доброго дня, это Гелиос Сар и учебник биология, человек, 9 класс, за авторством Сапина, Сонина, УМК Живой Организм, издательство Дрофа. Страница 63. Строение и функции головного мозга. Человек издавна стремился проникнуть в тайну головного мозга, понять его роль и значение в жизни человека. Уже в глубокой древности отец медицины Гиппократ связывал сознание и мозг, но прошли еще многие сотни лет, прежде чем ученые начали разгадывать загадки мозга. Человеческий мозг это сложнейший орган, способный воспринимать и обрабатывать огромный объем информации. Давайте познакомимся с его строением и основными функциями. Головной мозг располагается в полости черепа и имеет сложную форму. Масса головного мозга у взрослого человека колеблется от 1100 до 2000 граммов, составляя в среднем 1300-1400 граммов. Это всего 2% от массы тела, но клетки мозга потребляют до 25% энергии, вырабатываемой во всем организме. Обычно масса головного мозга у женщин несколько меньше, чем у мужчин. Это различие обусловлено разной массой мужского и женского тела. Мозг человека, как и всех позвоночных животных, состоит из ствола, мозжечка и переднего мозга, включающего промежуточный и конечный мозг. В центральной части продолговатого мозга начинается ретикулярная формация ствола мозга, скопление огромного числа, на первый взгляд, хаотично расположенных нейронов. Нейроны ретикулярной формации имеют связи со структурами переднего мозга, посылая импульсы в вышележащие отделы. Эти нейроны поддерживают передний мозг в бодрствующем состоянии. Поражение ретикулярной формации продолговатого мозга приводит к сонливости, потере сознания, литургическому сну, потере памяти. Ствол включает в себя несколько отделов. Они отличаются от друг друга строением и функциями. Туда входят продолговатый мозг, мост и средний мозг. Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга, поэтому в их строении много общего. Только серое вещество продолговатого мозга располагается отдельными скоплениями, ядрами. Сходные функции, рефлекторные и проводящие. Через ядра продолговатого мозга осуществляются многие рефлекторные процессы, например, кашель, чихание, слезоотделение и многие другие. Здесь же расположены нервные центры, ответственные за акты глотания, работу пищеварительных желез. В продолговатом мозге лежат и жизненно важные центры, участвующие в регуляции дыхания, деятельности сердца, сосудов. Повреждение этих центров приводит к смерти человека. Мост это место, где располагаются нервные волокна, по которым нервные импульсы идут вверх, в кору большого мозга, или обратно вниз в спинной мозг, к мозжечку, продолговатому мозгу. Здесь же находятся центры, связанные с мимикой, жевательными функциями. Средний мозг, как и продолговатый, является частью ствола мозга. На его поверхности, обращенной к мозжечку, имеются четыре небольших бугорка, четверохолмия. Верхние бугры четверохолмия – центры первичной обработки зрительной информации. Их нейроны реагируют на объекты, быстро передвигающиеся в поле зрения. Основные функции нейронов верхних бугров – управление направлением взгляда и приведение зрительной системы в состояние повышенной готовности при сильных зрительных стимулах. Нижние бугры четверохолмия – центры первичной обработки слуховых стимулов. Нейроны этих центров реагируют на сильные резкие звуки, приводя слуховую систему в состояние повышенной готовности. Если в поле зрения человека что-то промелькнет, или рядом с ним раздастся какой-то шум, то человек невольно вздрагивает, мышцы напрягаются. Причем это происходит еще до того, как он понимает, что же происходит. Если окажется, что у человека что-то падает, то его двигательные системы уже готовы к бегству или защите. В среднем мозге расположены важнейшие скопления нейронов, выполняющие двигательные функции – красное ядро и черная субстанция. Нейроны красного ядра вместе с нейронами мозжечка участвуют в поддержании тонуса мышц и координации позы тела. Нейроны черной субстанции выделяют важнейшее регуляторное вещество – дофамин. Дофамин необходим для того, чтобы человек мог совершать быстрые и точные движения – ходить, бегать. Кроме того, при недостатке дофамина люди испытывают отрицательные эмоции, у них ухудшается настроение, и они становятся подавленными. Промежуточный мозг – это часть переднего мозга. Он состоит из таламуса и гипоталамуса – подбугорной области. Книзу от гипоталамуса на тонкой ножке расположены железо внутренней секреции – гипофиз. Таламус – центр анализа всех видов чувствительной информации, кроме обонятельной. В таламусе насчитывается более 40 пар ядер скоплений нейронов с разнообразными функциями. В одних ядрах продолжается анализ зрительной, слуховой и другой информации. Другие ядра участвуют в координации двигательных систем мозга. В таламусе происходит первая оценка значимости информации. В результате соответствующей зоны коры больших полушарий из таламуса поступают новые и важные сигналы, а также информация, связанная с текущей деятельностью. Нижняя часть промежуточного мозга – гипоталамус, также выполняет важнейшие функции, являясь высшим центром вегетативной регуляции. Передние ядра гипоталамуса – центр парасимпатических влияний, задние – центр симпатических влияний. В гипоталамусе находятся также центры голода и жажды, раздражение которых приводит к безудержному поглощению пищи или приемопитью воды. Таким образом, можно сказать, что гипоталамус необходим для регуляции работы всех внутренних органов. Поражения гипоталамуса сопровождаются тяжелейшими расстройствами – снижением или повышением давления, урежением или учащением сердечного ритма, затруднениями дыхания, нарушением перистальтики кишечника, расстройствами терморегуляции, изменением в составе крови и очень многими другими практически смертельными поражениями. В белом веществе больших полушарий мозга расположен комплекс подкортковых мозговых ядер, получивших название лимбической системы. В лимбической системе расположены главные центры, отвечающие за эмоциональное состояние человека – центры страха, ярости, удовольствия. Эти центры обеспечивают эмоциональную оценку ситуации, оценку возможных последствий этой ситуации и выбор одной из оптимальных форм поведения. В результате правильного выбора поведения организм должен прийти в соответствии со своими потребностями, например, избежать опасности или обеспечить себя пищей. Мозжечок расположен на задней стороне ствола мозга, позади продолговатого и среднего его отделов. Вес мозжечка взрослого человека – 150 граммов. Строение мозжечка похоже на строение всего мозга, вот поэтому его название переводится как «маленький мозг». Со средним мозгом мозжечок соединен тремя парами ножек. Состоит он из червя – стволовой наиболее древней части, и полушарий, разделенных бороздами на доли. Доли, в свою очередь, мелкими бороздками разделены на извилины. Поверхностный слой полушарий – это серое вещество, так называемая кора мозжечка. В мозжечок поступает информация от всех двигательных систем, из больших полушарий и среднего и спинного мозга. Основные функции мозжечка – регуляция позы тела и поддержание мышечного тонуса, координация медленных произвольных движений, обеспечение точности быстрых произвольных движений. За равновесие и координацию движений мышц туловища отвечает древняя стволовая часть мозжечка, а за быстрые точные движения – его полушария. При разрушении червя мозжечка человек не может ходить и стоять, у него нарушается чувство равновесия. При поражениях полушарий мозжечка наблюдается уменьшение тонуса мышц, сильная дрожь конечностей, нарушение точности и быстроты произвольных движений, быстрая утомляемость. Кроме того, расстраивается устная и письменная речь. Центральный канал спинного мозга продолжается в головной мозг, образуя четыре желудочка. Четвертый желудочек, расположенный между продолговатым мозгом и мозжечком. Третий – между симметричными половинами промежуточного мозга. Первый и второй – боковые, в полушариях конечного мозга. Ядра таламуса являются высшим центром болевой чувствительности. Именно здесь формируется болевое ощущение. Когда человек, например, прищемил палец и чувствует в нем боль, то на самом деле боль возникла в представительстве пальца в ядрах таламуса, то есть там, куда пришли сигналы от болевых рецепторов прищемленного пальца. С этими ядрами, возможно, связана так называемая фантомная боль, когда боль ощущается, например, в давно ампутированной конечности. Боль при этом является следствием патологического возбуждения тех нейронов, которые когда-то были связаны с давно отсутствующей конечностю. Если хотите узнать, все ли в порядке с вашим мозжечком, встаньте, сдвинув ноги, вытяните вперед руки и закройте глаза. Человек с поврежденным мозжечком в такой позе стоять не может, начнет покачиваться или даже упадет. Затем попробуйте быстро коснуться кончика носа указательными пальцами левой и правой руки попеременно. Если попадете правильно, то полушарие вашего мозжечка функционирует абсолютно нормально. При серьезных поражениях мозжечка животные и человек двигаются с большим трудом, высоко поднимая лапы и соответственно ноги, спотыкаются, раскачиваются. Они не могут оценить расстояние до какого-то предмета и очень быстро утомляются. Проверьте свои знания, но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании. Итак, вопросы. Первый. Где расположен головной мозг? Чем он защищен? Головной мозг расположен в нашей голове, конкретно в черепе. Череп, он в основном состоит из кости, то есть расположен в полости, то есть пустоте кости нашего черепа. То есть, соответственно, защищен костной тканью черепа. Второй вопрос. Из каких отделов состоит головной мозг человека? Какие отделы входят в состав ствола мозга? Отразите это в виде общей схемы. Да, опять схемы. Что здесь можно сказать? Человек, в принципе, мозг состоит из достаточно большого объема внутренних частей. То есть, там будет присутствовать промежуточный мозг, средний мозг, продолговатый мозг. При этом, там также будут находиться, рядом с этими частями будут находиться мозжечок, гипофиз, гипоталамус, свод мозга, таламус, четверохолмия. То есть, их будет крайне и крайне много. Третий вопрос. В чем сходство и различие в функциях продолговатого мозга и спинного мозга? Ну, здесь довольно-таки много всего. Но продолговатый мозг хоть и является непосредственным продолжением спинного мозга выше затылочного отверстия и имеет с ним общее строение и очень схожее, но при всем при этом все-таки есть и разница. Да, и продолговатый, и спинной мозг несут проводниковую и рефлекторную функцию. Но при этом количество и скопления ядер в продолговатом мозге отличается от спинного мозга. К тому же, продолговатый мозг формирует центры дыхания и кровообращения, а также отвечает за некоторые функции управления функциями пищеварения, а также за защитные рефлексы. Спинной же мозг, как правило, отвечает только в основном за передачу информации. Далее, четвертый вопрос. Объясните, почему травмы вместе с сочленением черепа с позвоночником часто приводят к смерти человека? В каких ситуациях это может произойти? Если происходит повреждение там, где череп соединяется с основным позвоночником, то повреждается место перехода спинного мозга в продолговатый, а значит, повреждаются пути, которые идут от центров дыхания и кровообращения продолговатого мозга. Естественно, что это приводит к мгновенной смерти. Чаще всего такие повреждения происходят при автомобильных авариях, когда при резком торможении голова человека вначале резко идет вперед, а затем также резко и с огромной силой возвращается назад. Пристегнутое же тело остается на месте. Голова совершает движение, подобное движению хлыста. Естественно, что такие повреждения вызывают буквально перелом у основания черепа. Далее, пятый вопрос. С повреждением какого отдела головного мозга связано нарушение мимики у человека? За мимику человека отвечает лицевой нерв, центр которого расположен в месте, которое называется мост. Шестой вопрос. Как устроен мозжечок? Чему может привести его повреждение? Мозжечок его называют буквально копией маленькой копии мозга. Настолько он похож на большой мозг, этот мозжечок. Состоит он из червя, так называемой части, самой древней части, и двух полушарий, которые также разделены бороздой и также имеют на своей поверхности извилины. Так что мозжечок действительно очень похож на основной мозг. Соединен с основным мозгом тремя парами ножек, которые соединяют его со средним мозгом, мостом и продолговатым мозгом. Полушария мозжечка покрыты серым веществом, так называемой корой мозжечка, под которыми находится белое вещество. Мозжечок обеспечивает поддержание мышечного тонуса, позы тела, координирует движения тела, делая их более точными и согласованными. Управляет сохранением равновесия. Так как в мозжечок поступает информация от мышц, сухожилий, суставов и двигательных центров, при разрушении червя мозжечка человек не может ни ходить, ни стоять, нарушается чувство равновесия. При поражении какого-либо из полушарий наблюдается уменьшение тонуса мышц, сильная дрожь конечностей, нарушение точности и быстроты произвольных движений, быстрая утомляемость. Также нарушается устная и письменная речь. Седьмой вопрос. Какой отдел головного мозга отвечает за реакцию на зрительные и слуховые раздражители? За это отвечает четверохолмия среднего мозга. Восьмой вопрос. В какой части мозга человека формируется ощущение боли? Таламус отвечает за болевую чувствительность в мозге у человека. Девятый вопрос. Где расположен высший центр вегетативной нервной системы? Он расположен в гипоталамусе. Десятый вопрос. Какие из отделов головного мозга более развиты у человека по сравнению с другими позвоночными? Что ж, строение головного мозга очень похоже у всех позвоночных и состоит из пяти отделов. Для человека характерна очень большая разница, то есть дифференциация борозд и извилин больших полушарий по сравнению с другими позвоночными. Очень серьезное развитие зрительных центров, так как в основном человек и приматы имеют очень качественное и очень цветовое зрение. Поймите, у многих птиц зрение может быть намного острее, чем у человека, но у человека видят практически все цвета, а животные, как правило, видят либо только движение, правда очень остро, но только движение, почти не видя цвета, либо видят какие-то специфические цвета. Так что у человека зрительные центры развиты очень и очень сильно. Далее, одиннадцатый вопрос. Составьте обобщающую таблицу функций отделов головного мозга. Ну, здесь все просто. Два столбца. Первый это отдел, второе это функция. Значит, продолговатый мозг. Сюда входит рефлекторное, проводящее, центры дыхания, кровообращения, некоторые центры пищеварительных рефлексов, вроде сосания, глотания и защитных, вроде кашля, чихания, рвоты, мигания. Мост. Сюда входит рефлекторное, проводниковое, центры мимики, жевательных функций, отвечает за регуляцию пищеварения, дыхания, сердечной деятельности, движения глазных яблок. Средний мозг. Сюда входит проводниковое, рефлекторное, куда относятся поза тела, прямолинейное движение, вращение, подъем, спуск, приземление. То есть обеспечивает правильную координацию движения в пространстве. В четверохомии находятся подкорковые центры зрительных и слуховых рефлексов, обеспечивающих ориентацию на звук и цвет, регулирует мышечный тонус. Мозжечок. Обеспечивает поддержание мышечного тонуса, позы тела, координирует движения тела, делая их более точными и согласованными. Управляет сохранением равновесия, так как в мозжечок поступает информация от мышц, сухожилий, суставов и двигательных центров головного мозга. Промежуточный мозг. Куда входят также таламус, гипоталамус и гипофиз. К таламус отвечает за центр анализа всех видов чувствительной информации, кроме обонятельной. Контролирует ритмическую активность больших паушарий. В нем находятся центры, регулирующие сон и бодрствование, эмоциональные реакции. Гипоталамус. Это высший центр вегетативной регуляции. Здесь находятся центры голода, насыщения, жажды, температуры тела. Гипофиз. Он относится к железам внутренней секреции. Передний мозг, полушария и мозолистое тело. Контролирует работу всех систем органов. Обеспечивает взаимосвязь организма с внешней средой. Осуществляет высшую нервную деятельность, сознание, мышление, память, воображение. Центральный отдел всех анализаторов в полушариях замыкают дуги всех условных рефлексов. Далее, итог. Головной мозг состоит из ствола, мозжечка и полушарий большого мозга. Ствол состоит из продолговатого мозга, моста, среднего и промежуточного мозга. В стволе мозга находится центр безусловных рефлексов. Его основные функции – регуляция и безусловно рефлекторные деятельности, и связь организма с корой полушарий большого мозга. Мозжечок регулирует позу тела, поддерживает мышечный тонус, обеспечивая движение.